Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Новые сучьи и войны не будет, главарет ИА Прайм Крайм, ответила на вопросы журналиста Белсат. Алена Лобанкова, Белсат, что говорит воровской закон о службе в армии? Как по понятиям относится к тем, кто принадлежит к уголовному миру и идет служить по контракту или на срочную службу? ПК, для начала следует определиться с терминами «мир уголовный» и «мир воровской», а также разделить понятия и закон. К уголовному миру относятся и взяточники, и алиментщики, и педофилы, которые к воровскому миру отношения не имеют. Для воров есть закон, а для всех остальных – понятия. Для человека, стремящегося стать вором, служба в армии, западло и препятствие на пути к цели. Хотя в наше время и были исключения, когда люди, служившие в армии, принявшие присягу, потом становились ворами. Все очень индивидуально и зависит от времени, места и обстоятельств. Для всех остальных служба в армии – дело незазорное и даже почетное. Каждый мужчина, даже если в мирное время он торговец или землепашец, когда это необходимо, воин, готовый защитить себя, семью и родину. Что касается воин, наш мир устроен так, что у мужчин для того, чтобы достойно умереть, не такой уж большой выбор. Если быть точной, всего две опции, через многолетнюю духовную практику, что чрезвычайно редкое явление, и по большому счету не имеет аналогов, ибо не культивируется, либо через самопожертвование в самом широком смысле этого слова, за други своя. А б, как вы считаете, почему, несмотря на понятие, большое число заключенных все же соглашаются идти на войну? Дело в том, что роль тюремного кодекса сейчас не столько велика, чтобы отказаться от выгод, которые даст служба, или в чем-то еще. Каждый заключенный вправе самостоятельно решать свою судьбу и выбирать, каким способом скорее выйти на свободу. О том, чтобы на этот счет от воров были какие-то запреты или предписания, я не слышала. А б, может ли, по вашему мнению, в результате текущей войны произойти раскол схожий с тем, что произошел в результате Второй мировой, когда советские власти отправили на войну порядка миллиона заключенных, то есть что-то вроде новой сучьей войны, между ворами в законе и зэками, воевавшими на фронте. Насколько эти кейсы, нынешний и советский, вообще похожи, в чем их схожести или различия? По поводу сучьей войны бытует расхожее заблуждение, дескать все фронтовики автоматически относились честными ворами к сукам. Как возможно знают наши постоянные читатели, два года назад мы глубоко исследовать сучью войну, и сегодня, отвечая на ваш вопрос, впервые с полной ответственностью заявляем, что это миф. У нас есть факты, мы видели документы и можем об этом судить. Служба в Красной Армии, как таковая, не была основанием, чтобы повесить на человека клеймо суки. В сучьей войне участники Великой Отечественной войны были как на стороне сук, так и на стороне воров. При этом, чему тоже есть документальные подтверждения, на стороне воров были и те, кто встал на преступную стезю после окончания войны и те, кто был вором до войны, пошел воевать, а потом снова был с ворами. Единственное пока выявленное нами различие заключалось в том, что к сукам более тяготел бывший офицерский состав, а к ворам, рядовой и сержантский. Но главной и единственной причиной раскола воровского мира тогда было сотрудничество с лагерной администрацией одних, согласившихся занять низовые административные должности, и неприятие этого другими. Еще раз повторю, раскола среди воров по поводу участия в войне не было тогда, и сейчас это так же немыслимо как и беспочвенно. Что, на самом деле, вы знаете о ворах? Наверное немногое, за справедливость чего даже не готовы поручиться. Хоть и слышали о них много раз. Интересоваться ими обывателю, кого отпугивает, кому кажется недостойным само слово вор. «Хорошего человека вором не назовут». Так думает большинство. В действительности, что есть плохого у воров, так это пиар. Из всех слов великого и могучего для определения себя воры, выбрали одно из самых негативно окрашенных, хоть и во многом отражающих их суть. Впрочем, отождествлять воров и воров – расхожее заблуждение, свойственное лишь самой далекой из законопослушных категорий граждан. Для них и поясним, ибо нездоровому нужен врач, но больному. В преступном мире, если о человеке говорится, что он вор, то как правило подразумевается не профессия, а титул. Имя, которое дается избранным единицам. Как говаривал вор Север, если завтра мы назовемся не ворами, а отцами, наша суть от этого не изменится. Но восприятие будет совсем иным. Хотя правда жизни такова, что отнюдь не каждый, кто крадет, вор, но каждый вор должен красть. Красть грешно, но кража, кража рознь. Вокруг вас каждый день не прикрыто, и безнаказанно воруют от зависти, алчности, корысти или гордыни. Знаете, что для тех, кого именуют ворами, эти мотивы чужды. Кража для них всего-навсего единственный допустимый источник пропитания. Вор не может ни отнять, не обмануть. Вор может только украсть. Это непреложное правило. Представьте себе, из всех божьих заповедей, эти короли преступного мира нарушают только одну, а всем остальным служат оплотом. При этом крадут не у бедных и не последние. Крадут тайно, не прибегая к насилию, или упаси бог, кровопролитию. И то, что выручают, честно делят на всех. Кража для вора никогда не была средством обогащения, но образом жизни, который сам по себе не способствовал накопительству. В быту воры отличались аскетической скромностью и презрением к роскоши. Красть воры переставали только от немощи или по смерти. Да, суть воров преступна. Кидайте камень, если вы без греха. Со времен Адама и Евы человек приступает запреты. За это время узниками тюрем, которые никогда и нигде не пустовали, становились разные люди. В разное время их преступления трактовались по-разному. В зависимости от этого, их считали святыми или злодеями. Если вы хоть раз заплывали за буйки или срывали с чужого дерева, вы – тоже часть преступного мира. Вы в самом бессознательном его низу. Над вами – легион адептов, составляющих параллельное с нашим с вами государство профессиональных преступников. Тех, кто не стесняет себя никакими законами, кроме одного, воровского. Идея, которую олицетворяют собой воры, гениальна в своей простоте и потому безоговорочно завоевывает сердца и умы многих, кто ей проникался. В отличие от других идей и культов она не зиждется на догматах и слепой вере в заведомо ложное. Воровская идея нигде не изложена письменно, но при этом, в отличие от многих священных текстов, исключает разночтение. Каждый вор в каждом своем поступке и слове есть живое воплощение проповедуемой им идеи. На протяжении всей истории советская власть под разными личинами боролась с воровской идеей и всячески преследовала ее приверженцев. Воров компактно содержали в спецзонах, для особо опасных рецидивистов и массу арестантов от их влияния всячески ограждали. Даже те, кто часто и много сидел, могли за всю жизнь не увидеть ни одного вора. Несмотря на все усилия, русская тюрьма жила и все еще живет по их закону. Возможно самому справедливому из бытовавших в человеческом обществе. В тюрьме не принято все то же самое, что и на свободе среди нормальных людей. Разница лишь в том, что на свободе недостойный поступок кому-то может сойти с рук, а в тюрьме он никогда не останется безнаказанным. Тюремная жизнь сурова, но справедливости в ней больше, каждый получит то, что заслужил. В советское время воры были сугубо тюремным явлением и вся жизнь их протекала там. Строго говоря вор сидел в тюрьме не потому, что так хотел Жеглов, а потому что это был его дом. Отсидеть к середине 80-х годов без выхода по 30, и более лет среди воров считалось нормой. Пребывание вора на свободе практически не имело для него смысла и даже считалось серьезным проступком, отклонением от норм поведения. Не имея ни семьи, ни дома, вор на свободе был обречен вести кочевой образ жизни, скитаться, бродяжничать. Если вор подолгу задерживался на одном месте, его могли заподозрить в связи с милицией. В преступном мире власть воров не ограничена ничем, однако уклад их собственной жизни полон ограничений. Все самые строгие нормы поведения воров проистекали из одного главного принципа несотрудничества с властью. Вору были запрещены любые контакты с властью как на свободе, так и в заключении. Поскольку в СССР все принадлежало государству, вор не имел права работать, служить, состоять в общественных организациях. Запрет распространялся даже на чтение газет или боление за национальную сборную. Исходя из того же, вор не мог иметь ничего легального, семьи, собственности, места жительства. Также вору было запрещено признавать свою вину, давать показания или выступать свидетелем в суде. Перманентный протест по отношению к власти всегда был краеугольным камнем воровской идеологии. В стране, где общество до сих пор ментально поделено на тех, кто сидит, и тех, кто сажает, примерно поровну, авторитет у армии зэков могли завоевать только те, кто противился власти. Все бесчисленные нельзя предписывались ворам, ради всего одного можно – решать человеческую судьбу. Это право – гораздо более тяжкий крест, в преступном мире закреплено только за ними. На фоне назначенных и зависимых, от линии партии советских судей воры, представляли собой альтернативное правосудие. Главная функция вора – беспристрастное разрешение любых конфликтов. В принятии решений вор самостоятелен, и за правильность каждого несет личную ответственность. Никто не вправе указывать вору, как поступить. Слово вора – истина в последней инстанции. Решение вора не подлежит обсуждению, его не может отменить даже другой вор. Чтобы заслужить право вершить над людьми суд, вор с детства должен был не запятнать себя ни малейшим бесчестием, ложью, подлостью, трусостью, предательством или неверностью данному слову. Вор не имеет права пройти мимо чужой беды и несправедливости, даже если это угрожает его жизни. Готовность принести себя в жертву, ради торжества справедливости и блага других, окутала воров орелом мучеников. Если самопожертвование считается высшей формой духовности, то воров по праву можно назвать духовным генофондом нации. Как русским солдатам в первые годы Великой Отечественной войны, воровскому движению середины прошлого века был свойственен массовый героизм. Никогда, со времен раскола церкви, люди не шли на смерть, за свои убеждения с такой решимостью, как воры во времена сучьих войн. Понуждаемые властью к отречению от идей, воры предпочитали смерть бесчестью. Не вызывает сомнения, то что объединяет всех воров и отличают от обычных людей, это сильный дух. Он основа всего. От него и обостренное чувство справедливости, и честность, и независимость, и отвага, и нравственная чистота, и благородство. Люди, преисполненные духом, не могут ходить строем и выполнять чужие приказы, их невозможно ни подкупить, ни починить, ни запугать. Согласитесь, не только в тоталитарном, но и любом обществе с таким набором достоинств, скорее окажешься в тюрьме, чем подстроишься под большинство. Где бы ты ни был, если ты ни за кем не следуешь, то рано или поздно последуют за тобой. Воры никогда не стремились к власти, как таковой. Для них было достаточно того, что никто не властен над ними. Масса, видя в ворах защиту и справедливость, всегда сама тянулась к ним. Воры своим примером показывали арестантам, чтобы те, как бы ни было тяжело, оставались людьми и не теряли человеческий облик. В мире воров людей не делят по ложным признакам, национальному, сословному или религиозному. В тюрьме, как в Индии, свои касты, и единственным критерием оценки является чистота. Чем ты чище, тем выше твой статус. Ибо над людьми не должен возвыситься тот, чьи помыслы или дела нечисты. Представьте, какая репутация могла быть у человека, которого сами воры называли за чистоту бриллиантом. В преступном мире только воров называют людьми. На свободе каждый мнит себя человеком, а в тюрьме это звание нужно заслужить и соответствовать ему каждым своим поступкам. Воровское имя не дается пожизненно. Если оно досталось человеку случайному, он долго с ним не пропетляет. Воры постоянно чистят свои ряды. Первое же отклонение от установленных правил, влечет за собой потерю титула. Чтобы ни один недостойный поступок не бросил тень на все братство. Неудивительно, что эта прослойка очень тонка. Воров называют людьми, потому что в представлении тех, кто живет по воровскому закону, вор эталон настоящего человека, суть воплощения самых благородных человеческих качеств. Того, что обычного человека делает человеком с большой буквы. Того самого человека, которого Диоген искал при свете дня с зажженной лампой. Чтобы понять суть воровской идеи, замените слово вор на слово человек. Оказывается, у человека нет более истинной идеи, чем просто быть человеком. В самом возвышенном смысле этого слова. Каждую секунду своей жизни. Кажется странным, что такая простая и гуманная идеология получила распространение, именно в тюрьме, тогда как на воле, вместо одной самой естественной для человека идеи, навязываются десятки ложных и даже утопических. Кому же приписывается авторство столь безупречной идеи? На этот счет до сих пор нет единого мнения. Историки сходятся лишь в том, что идея возникла в первые годы советской власти, а криминологи признают, что ни в одной стране мира преступный мир не организован на подобных принципах. Самые популярные версии происхождения воров – роль НКВД, царские уголовники и беспризорники. Впрочем, ни одна из них не дает ответа на вопрос, зачем матерым преступникам, а тем более – беспризорникам, которых больше всего волновало выживание, добровольно загонять себя в такие жесткие рамки. На самом деле главным контраргументом всех версий является сама идея. Очевидно, что ее основателями могли быть только люди посвященные, обладавшие, в отличие от невежественного большинства, всей полнотой знаний об окружающем мире. Воровская идеология имеет глубокий духовный потекст и содержит атрибуты религиозной секты или тайного общества. Более всего сообщество воров напоминает масонство. Все его члены равны между собой, независимо от возраста и стажа. Вступая в орден, они приносят клятву и обращаются друг к другу так, как это принято у монахов или масонов брат. Логика наших рассуждений целиком укладывается в благородную версию происхождения воров, изложенную писателем Эдуардом Михайловым. Согласно ей, основоположниками современной воровской идеологии были бывшие белые офицеры армии барона Врангеля, которым после поражения в гражданской войне разрешили вернуться из эмиграции. Для тех, кто так и не принял новый порядок, единственным способом сосуществования с советской властью был уход в криминальное подполье. Разумеется, что харизматичные, закаленные в боях, из младых ногтей привыкшие повелевать, носители голубой крови не могли просто поодиночке раствориться среди старорежимных уголовников. Вместо этого они возглавили преступный мир, заложив в его новый фундамент, присущее им представление о благородстве и чести. Конечно, власти выгоднее было представить воров, порождением Лубянки, булаговскими администраторами, нежели наследниками духовных традиций русского дворянства. Но почему нарисованный нами образ идеального вора так отличается от того, что мы слышим о них сегодня? Почему нынешние воры не крадут, а крышуют наркотрафик? Почему воровскую корону можно купить, потерять и снова выкупить? Почему раньше добровольно скидывались на общее для тех, кто действительно нуждался, а сегодня принудительно собирают наличность тем, кто и так жирует? Для пояснения сначала ответим еще на один, часто задаваемый вопрос, почему среди воров так много грузин? Изначально среди воров русских было подавляющее большинство, а грузин было не больше, чем представителей других национальностей. История воров писалась на русском севере, русском Урале и русском Дальнем Востоке. Кавказцы, попавшие на Русь до Хрущевской реформы, 1961 года, полноправно вписали свои славные имена в эту историю. Потом на долгие годы установилось правило, где живешь, там и сидишь. Грузинские воры в этом отношении оказались в очень комфортных условиях, субтропики вместо вечной мерзлоты. Грузия, как родина вождя народов, по сравнению с другими республиками, часто оказывалась в привилегированном положении. Когда в целом по Союзу о существовании воров мало кто догадывался, воровская идея проникла во все сферы грузинского общества, вплоть до начальных и средних школ. В Грузии, начиная с 50-х годов, воровская идея стала красивой сказкой для тех, кто не хотел работать. Исходя из этого, прерогативой один стал общак. Домашние грузинские воры ни в чем не преуспели так сильно, как в потакании своим растущим аппетитом. Если в России общак был сугубо внутренним уголовным понятием, то в Грузии воры обложили данью всех, кто зарабатывал нечестно или утаивал доходы от государства. После того, как грузинские воры не погнушались обирать даже рыночных торговцев, в России их презрительно прозвали лаврушниками. Если в России вор мог разбирать только конфликты между преступниками, не преследуя личного корыстного интереса, то в Грузии существенным источником дохода воров стал арбитраж дельцов подпольного рынка. Чем плотнее становилась эта связь, тем более истончалась грань между теми и другими. Со временем воры стали не гнушаться коммерции, а коммерсанты, изрядно пополнявшие общак, были вправе сказать, что делают для воровского гораздо больше, чем любой преступник. После того, как в Грузии, раньше, чем где бы то ни было, расцвела теневая экономика, доходы от нее широкой рекой потекли в местную воровскую казну. Когда вокруг все стали обогащаться, грузинским ворам стало стыдно быть бедными, поэтому они перестали придавать значение тому, откуда к ним приходят деньги. Соблюдение классических воровских законов в такой атмосфере становилось все более обременительным. То, что в России считалось у воров неприемлемым, в Грузии становилось нормой. Сначала, при наличии постоянного дохода, отпала необходимость лично совершать преступление. С ней исчезла причина садиться в тюрьму. Воры поселились в своих домах, обзавелись семьями и вместо сокровищ на небе, стали собирать сокровища, которые истребляют моли ржа. Вскоре воровская корона, гарантировавшая материальное благополучие, стала объектом наследования от отца к сыну и даже предметом купли-продажи. На смену одиночкам-бессребренникам пришли несудимые воры, повязанные родственными вузами и совместным доходом. Есть ряд примеров, когда честно отсидевшие в России грузины, вернувшись на родину, добровольно складывали с себя полномочия, не желая иметь с ворами новой формации ничего общего. Еще одним атрибутом элитарности грузинских воров – столопий. Нетрудно догадаться, с чьей высокой подачи в 70-х годах готовые к употреблению ампулы с гидрохлоридом морфина в избытке появились в тюрьмах и зонах Грузии. Начиная с поколения 50-х годов и вплоть до нашего времени почти все грузинские воры наркозависимы. Мало кому из них на этом пути удалось не потерять себя. В лучшем случае, из личностей духовных воры становились просто душевными. Чем дальше грузинские воры отходили от традиционных устоев, тем уязвимее становились для власти. Советская власть в лице МВД и Гуин всегда боролась с ворами слишком прямолинейно. Когда еще никто не слышал о правозащитниках, ворам создавали нечеловеческие условия, в которых их мучили, пытали, ломали. С единственной целью, чтобы вор отказался от воровского. Таких гнутых воров или сук, которые предавали воровское и сознательно шли против бывших собратьев, власть охотно брала на службу, потому что знающие этот мир изнутри, они, как никто другой, могли квалифицированно вредить воровскому. Иногда в результате таких репрессий число воров сокращалось до нескольких десятков, но истребить поголовно всех еще никогда не удавалось. Единицы уцелевших оказывались подлинными кристаллами, о которых слагались легенды. Авторитет воров от этого только креп. Ситуация поменялась в начале 70-х годов, когда до воров впервые снизошел КГБ. С какой, казалось бы, стати? Есть мнение, что заокеанские архитекторы перестройки четко осознавали, кто такие воры и какова сила их братства. Они понимали, что воры, в отличие от большинства советских людей, не предадут свои идеалы за банку Кока-Колы и джинсы. Вспомните, кто у Гайдая не дал чиновнику-временщику разбазарить казенные земли. По словам Бриллианта, известный диссидент Буковский, отбывавший наказание во Владимирском Централе в одно время с ним, уже тогда пытался втянуть воров в политическую борьбу с целью развала советского строя, но получил категорический отказ. Чтобы осуществить задуманное, с ворами нужно было покончить. Эту миссию возложили на КГБ, организацию, отвечавшую за государственную безопасность, беспредательство, внутри которой развал СССР был бы невозможен. Кто знает, не была ли воровская идея, презиравшая национальные различия, цементирующим элементом пресловутой дружбы народов, с подрыва которой обрушился весь домик. Под предводительством Андропова, известного своими либерально-атлантийскими взглядами, который выпистывал и привел к власти Горбачева и его команду, КГБ впервые взял воров в свою разработку. То, что не удалось победить Петровке, Лубянка, в привычной манере, возглавила. Не уничтожая и не дискредитируя саму идею, контрики осуществили операцию по замещению верхушки идеологов. Для этого сотрудники КГБ конфиденциально встречались с наиболее видными ворами того времени с целью их вербовки. История не даст соврать, что подобраться к счастливым обладателям домов, семьи и капитала оказалось гораздо проще, чем к тем, для кого единственным жизненным активом оставалось честное имя. В 80-е годы стали временем иуд, которые не повесились, а вложили свои 30 серебряников в рост. Это значит, что воры, тайно согласившиеся сотрудничать с КГБ, не переходили на другую сторону баррикад, а продолжали именоваться ворами. Более кощунственного способа надругаться над честными ворами, нельзя было вообразить. После того, как фактически, опекаемые властью суки, присвоили себе имя вора, участь несговорчивых стариков была предрешена. Всего через месяц после прихода Горбачева на зоне, был зверски убит бриллиант. Впрочем, это уже совсем другая история, счастливый конец которой, мы скоро покажем в жанре документального кино.